доброе утро всем я уже себе приготовила покушать знаете в шатай машине запекла себе вот так мясо и довольно таки неплохо сейчас еще забацю салат чай с пироженками также я вчера замариновала и вырезку из индюшатины вот и сейчас у меня где духовка стоит там розетка только одна никак другую не ставишь у меня машинка стирается стирки так как и машинку полностью нагружать сказал нельзя вот тут чуть-чуть стираю и решила что мясо это я запихаю шайтан машину смотрите в рукаве и пусть жарится почему бы нет так надо какой-нибудь чай вкусно заварить а можно не вкусно ведь у меня же пироженки есть правильно вкусной частью пироженки кстати вот этот чай купила который в русском это зеленый чай такая мама дорогая он пьешь пьешь его уксусом пахнет не уксусом а клей момент вот пахнет вкусно вот когда заваришь такая какашка но не выбрасывать же поэтому пью вот как раз я его сейчас и выпью с это обокадик поспел с пироженками и пойду белье вешать у нас сегодня замечательная погода уже почистила учути налила ему новую водичку потом это еды новую по насыпала кстати купила вот еду дала ему вот эти вот яичные шкурки вроде как пасмурно но спрейс смотрите какая у меня красота какие красивые правда кстати вот этот который я хотела выбросить там тоже цветочки представляете он у меня самое то я его выбросила наверху и он там как говорится ожил да да и вот этот смотрите как здесь цветет вовсю ему вот свет нужен а это не знаю кирдык наверное мы пришел и этот вот скоро цветет видите тоже он как ты ему приходил кирдык но потом видим он передумал и вот вышел свет короче так некоторые подыхают некоторые живут пускай ладно пошла я кушать и потом надо все вывешивать стирку опять стирать в общем обычный как говорится день домохозяйки смотрите за полчаса какая вкусняшка поджарилась сейчас остынет я все это нарежу и наверное что-то заморожу что-то так потому что все равно все равно все не слабо за раз там даже соус есть конечно выглядит все очень аппетитно видите с соусом сейчас муж придет я ему порежу мяско такое будет он кушать сегодня клиентку кладывал дома когда вот и пока ждала у нее такие окна были чистые прям вообще а я говорю а у меня такие грязные этот из-за всяких вот этих вот дождей не знал она не видно пылюки вся и я стою и говорю блин бару те такие окна красивые это чистая прямо говорю а у меня от пылюки все грязнющие вот но во-первых она закрывает жалюзи а во-вторых у них есть помощница дома чё бы не это не будет до окна я вот сейчас что-то села тут такая они села у меня телефон заряжается все таки на родной зарядке телефон за 20 минут заряжается полностью вот и гляжу на окна но пока их мыть не буду туда ближе к лету потому что смысла нет никакого вот ну прям вот они после а вот а после особенно вот этих вот вчерашних дождей такой вот грязнючие сейчас пойду гулять а выглянула солнышко влечет на лугу мы вышли гулять чарли подходит к своему туалету ему почему-то нравится вот сюда ходить в туалет я не знаю почему но уже который день сегодня он наверное передумал в этом месте мама чарли передумал уже не нравится правильно нехер тут буквально за углом мы уже выходим я сегодня пораньше вышла чтобы опередить ту невоспитанную собаку вот я так поняла я вчера просто попозже вышла а сегодня наоборот чуть пораньше в 4 без 10 даже ну и вот до полей идти минут 10-15 и на пляж чтобы не встретиться с невоспитанной собакой точнее даже собака там не виновата виноват человек правильно хозяин что он не умеет воспитывать собаку собаку собаки и рыбаловую кусачки кстати вот это вот табачка это видимо хозяин это невоспитанные собаки но там пара мужчина и женщины там работает конечно увидел я его а вот снимает скрытая камера не остановился Ну все, я успела Что там за марокадской сидят Молодые Сейчас я их пройду У нас сегодня ночью Близкая родственница Родила девочку Валерия назвали Вот, у мужа семья большая Поэтому здесь каждый год Кто-то рождается, или даже два раза в год И вот если бы пару лет назад Мы бы обязательно сегодня пошли Навестить, потому что здесь Знаете как, здесь родила Женщина И уже сразу все толпой Как это, заселили В палату И сразу всей толпой, все родственники Могут навестить уже новорожденного И ее, мы знаете, вот раньше Как прям правда ходили И даже если не придешь То это как бы плохой тон Нужно обязательно навестить Поздравить, пощупать младенца за щечки И вот И я тоже, кстати, не это Как это сказать-то Я очень люблю маленьких детей И поэтому Когда приходила и навещала в роддоме Я естественно мыла руки Остальные не знаю, мыли или не мыли Но я мыла руки И брала новорожденного И нянчилась немножечко Конечно там ничего интересного Но все равно, да Хочется этот кулечек подержать Вот И вот А сегодня Так как ситуация в мире такая То никаких Как это сказать Визитов Не разрешено И знаете У меня такая милота Произошла Ну я в инстаграме вижу Слежу за родственницей И значит К ней У нее подруги классные И они ей, знаете Написали такой плакат Добро пожаловать, Валерия И вот Они к ней пришли К роддому С этим плакатом И вот Под ее окнами Стояли Поздравляли И мне такая милота В общем Так это мило И напомнила это Россию Когда папы Надеюсь меня слышно Когда папы тоже приходили Приходят навещать своих Ведь у нас по-моему В России нельзя же навещать Правильно Новорожденных Ну бывают там какие-то роды И как это назвать Когда и папа тоже присутствует В общем не знаю Расскажите как В России там Или в других странах Можно ведь навещать Роженец новорожденных В этот же день Или нельзя Вот здесь можно Ну Не во время пандемии Скажем так И вот мне это напомнило Как вот Прям в России Папы тоже приходили Там с шарами С цветами Кричали в окно Там Свою жену И чтобы Жена ему показала В окно Ну сейчас Как бы Прогресс Интернет Все дела Уже все увидели Эту девочку Которая родилась Такая симпатичная Кстати Новорожденный Обычный Страшненький Чушь там уж Говорить-то Да Сморщенький А это Какая-то красивая Прям вообще Похоже На На папу Вот Который нам не родственник Вот Ну я естественно Поздравила Там все дела Ну видите Визит Визит Наверное Отложится Ну может быть Пока вообще Не подрастет Потому что Ну его нафиг Потом увидимся Летом На пляже А еще А еще Вот Вот И что-то Я ее спросила Говорю Насколько поправилась Она говорит 14 килограмм Я говорю Да это еще нормально Она говорит Нет У меня даже Это Медсестра Ну та Которая ведет Или врать Тихо Да что ж такое Короче Ее даже поругали Что слишком много Набрала Но она сама Такая худенькая Спортивного телосложения Вот И не знаю Вот 14 килограмм А ее поругали Что много Набрала А некоторые Наоборот Говорят Что здесь Даже не проверяют Поправляешься Ты не поправляешься То есть Даже на вес Не смотрят Наверное У всех по-разному Так что Вот так Вот у нас Друзья Пополнение В этой Огромной семье Блин Пипец А еще Вообще Смеюсь Второй день Не могу Вчера значит Приезжает муж И говорит Телефон у него Выключен Я говорю А что у тебя Телефон выключен Он говорит А он мне телефон Типа это Ну попросил Перезагрузить его Ну я говорит Перезагрузил А пин-код забыл Я Ну я говорит Умный такой Я пин-код-то сохранил В телефоне Говорит А когда он Меня попросил Типа Ввести пин-код И тут только До меня говорит Доходит Что пин-код-то Я не помню А пин-код у меня В телефоне И говорит Как я это сделаю Никак И все И говорит Ходил как дурак Хотел получше Получилось Как всегда Вот А у меня дома Ну я все записываю Знаете Потому что У меня тоже все В телефоне хранится Но еще и В блокнотики Потому что Бывают Такие случаи Вот хожу Три Второй день Ржу Говорит Я умный Говорит Я чтоб не забыть В телефоне Сохранил Пин-код У кого еще Тоже было так Ой блин Я не знаю На числа Тупаю Я не запоминаю Ни дни рождения Ни числа Поэтому у меня Все Вот записано По стариночке Ой блин Ну рыба ж тухлая Нафиг она тебе нужна Видимо Рыбаки потеряли Рыбку тухлую Сегодня никого На пляже нет Так море ушло Туда Туда Ой бляхомуха Все время Я вот так иду Близко К берегу Меня накрывает Потом иду обратно Сырыми Кроссовками Хорошо Лепота Будь готов Всегда готов Ну и что Ты это Знать что Ждет Камушек Чтобы я ему Кинул камушек Или палочку Какую нибудь Не буду кидать Смотрите Как интересно Видите Вот это вот Все вот так Как влажно Эта вода Идет Просачивается Оттуда вода И вот так вот Вытекает Отсюда Потому что Потому что Смотрите И вот И вот И вот только А здесь А здесь нету Вот А здесь нету Вот ведь Природа Какая Интересная Штука Продолжение следует... 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 2,70. Большая, жирная, говорит, вкусная. Ничего она у меня не закрытая была. Завтра почищу, потому что я люблю, знаете, когда чищу вот это вот там кожицу. В общем, все косточки. Ну, понятно, да? Обголадывать. Я вообще любитель всяких костей. Так что вот так два джема купила. Буду с вареньем есть. Ой, с вареньем, с булкой. А шпроты у меня должны быть всегда в моем запасе. Потому что вдруг мне захочется, а у меня нету. О, кстати, селедка. У меня в морозилке, по-моему, есть одна штука. Я уже много раз говорила, что у нас селедка почти всегда. Я ни разу, вот сколько раз в Испании я ее покупала, ни разу такого не было, чтобы мне досталась плохая селедка. Вот в России еще, по-моему, не бывало. Купишь, она какая-то то ли пересоленая. Гадость какая-то здесь, вот я не знаю. И вот девчонки меня могут подтвердить. Смотрите, прайс-лист даже не дали. С ценными. А, нет, не с ценными. Пельмени тут. Это, наверное, кто сколько заказывал. Так, я чай себе заварила. Сейчас буду чай пить. И все. Ну, это семечки, это мой наркотик. Это семечки, не жизнь. Так, пошла я переодеваться, друзья. И пить чай. Какая прелесть, а. Ну, какая же ты прелесть. Счастье мое, да. Ты мое счастье? Моя любовь? Поставила рис варить, потому что я завтра хочу кое-какое блюдо сделать. Такое азиатское. Так что подписывайтесь, чтобы это увидеть. Ну, и вообще подписывайтесь, жду от вас лайков и комментариев. Вот. А пока я пошла монтировать, приготовила себе уже яблочко. Вот. И буду с вами прощаться до завтра. Так что завтра встретимся обязательно. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.